Кострома Кострома расположена в 370 километрах от Москвы. Всего 4-5 часов по хорошей дороге, и вы в древнем городе на берегу Волги. Здесь и есть на что посмотреть. Старый центр сохранил шедевры архитектуры XVIII-XIX веков. Блистательный Ипатьевский монастырь бережно хранит память о приходе на царствование Рота Романовых. Единственная в России лосеферма гостеприимно встречает детей и взрослых. По соседству с Костромой много малых старинных городов и сел. А еще здесь великолепная природа. Легко и вольно дышится. За 2-3 дня в Костроме можно прекрасно отдохнуть, полностью погрузившись в очаровательный мир русской провинции. В путешествии нам будут помогать губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников и семья коренных костромичей. Денис, Марина, Артем и Настя. Кострома, расскажи мне сказку, но о чем тебе рассказать? Как Костровский в светлой терраске про Снегурочку стал писать? Расскажи, как он думал часами и о чем мечтал в тишине. А еще про Ивана Сусанина Кострома ты мне расскажи. Расскажи по царя Беринде или песню о Волгинской. Я ведь сам еще не умею. Я расту и окрепну с тромбой. Кострома, твой взгляд ясно-синий и в ромашках платье твое. И на березках твоих дурметыний волгоматушка в путь позовет. Добро пожаловать в Кострому. Меня зовут Артем, мне 8 лет. Я родился и живу в Костроме. Костромить я уже 8 лет. Я родилась и живу в Костроме. Здесь я закончила школу, закончила государственный университет имени Красова. И вот уже 12 лет работаю в школе учителем. Родился я в городе Шерековской области. И в 17 лет, когда начал получать высшее образование, поехал учиться в Кострому. Буквально сразу влюбился в этот город. Город действительно очень интересный и своей историей, и своей архитектурой. Нравится, что здесь нет никакой столичной московской вот этой суеты. Хорошей экологии, здесь хороший размеренный ритм жизни. Здесь очень классно, здесь много интересного и много можно узнать, подчеркнуть. Добро пожаловать в Кострому. Настя, скажи, добро пожаловать в Кострому. Да, я действительно 18 января 1963 года родился в Костроме. Поколение моего возраста все из одного дома. Это роддом на проспекте Мира. Детство все проходило, по сути дела, здесь, в Костроме. Город в это время, конечно, был несколько другой. Моста автопешеходного в то время еще не было. Там за спиной есть так называемая московская застава. Стоял паром, на котором можно было перебраться на ту сторону города. А зимой, когда вставал лед, намораживали ледовую переправу. И по ледовой переправе ходили люди, ходили... Не боялись? Нет, в то время не боялись. Напомню, в то время и зимы были другие. В седьмом классе первый раз переполу через Волгу. Где отдыхали? Ну, лето это, конечно, пионерский лагерь. Это, конечно, в деревне у дедушки с бабушкой. Там лошади. Там первые опыты езды верхом. Деревня, конечно, много дала. Почему? Потому что все равно, хочешь не хочешь, а к деревенскому труду начинали приучать с раннего времени. И деду нужно было помочь и на сенокосе, и, значит, сено поворошить. Вы у нас учитель истории по образованию. Закончили Костромской педагогический институт. И у меня к вам просьба. Такой небольшой, открытый видеоурок истории Костромской земли для наших зрителей. Приглашение на царствование Михаила Романова – это все-таки сюжет. Да, это сюжет. Это сюжет, это история с тем, что Михаила Романов с матерью пребывали здесь, в Костроме, находились в Ипатийском монастыре. И, конечно, в этом плане Костроме просто повезло, исторически повезло. Предложение занять престол Михаил получил здесь. И, без сомнения, царская семья в этом плане очень дорожила Костромой. Мы понимаем, что со временем, с историей это превращается в предание, обрастает разного рода легендами, прочим, прочим, прочим. Но это исторический факт о том, что действительно Романовы очень любили Кострому. Вот как во Франции Реймс, так, наверное, все-таки в России для царской семьи. Это была Кострома, откуда пошел род, откуда пошло становление той государственности, того времени. Для меня наиболее близким брендом сказочный образ Костромской Снегурочки. Это то, что с детства, это то, что с творчеством Островского. Недаром мы с вами в беседке Островского стоим. Это то, что я в детстве воспринимал через Берендеевку, где были выставлены те самые дома, антураж от первого фильма «Снегурочка». Хороший, приятный образ, да, в нем много всего приятного. Значит, с одной стороны, какая-то чистота, да, юношеская, любовь, идея возрождения. Мы в этом году закончили работу над программой и формированием кластера. Кладез земли Костромской – это туристическая зона, которая будет формироваться в Красносельском районе. Часть ее будет находиться прямо напротив Плеса. Туда попадает большое количество дворянских усадеб, деревень. Мы не собираемся повторять Плес. Там будет хорошо представлен аграрный туризм. Там будут представлены хорошие пешие, конные, мотоэкскурсии. Можно посмотреть. Музеи шикарные есть. Проект у нас есть, есть проект, который у нас уже утвержден. На Молочной горе, в Рыбных рядах, будет находиться достаточно большое количество небольших музеев, но разнопрофильных, абсолютно разнопрофильных. Такой музейный квартальчик? Музейный квартал. Музейный квартал, абсолютно право. Всегда в большей степени запоминаются все-таки добрые лица людей, теплые отношения. Вот это надолго. Ты можешь перепутать в конечном итоге, где ты эту беседку видел в Костроме или в Ярославле, но если в Костроме тебя встретили теплее, ярче, лучше. Кострома запомнился. 2-3 дня надо быть в Костроме, чтобы общаться с костромичами, понять ментальность костромичей. Для того, чтобы увидеть исторические ценности, для того, чтобы увидеть богатейшие, абсолютно природные, ландшафтные возможности, которые есть сегодня у региона. Музейный квартал. Музейный квартал. Конечно, нельзя не пройтись по набережной Волги. В городской черте река достигает 600-800 метров. На набережной есть несколько причалов и старых дебаркадеров. Здесь швартуются круизные суда и прогулочные кораблики. Кострома и Волга неразрывны. В любое время суток с высокого берега открывается чудесный вид на противоположный берег. Районы Заволжья с маковками старых церквей, обрамленных зелеными куртинами высоких деревьев. Одна из лучших смотровых площадок города, беседка Островского, одинаково любима костромчанами и гостями города. Над центральной площадью возвышается пожарная каланча, один из символов города. По своему нарядному и изящному облику она скорее напоминает звонницу. Когда-то каланча была самым высоким сооружением Костромы. С 35 метров можно было увидеть весь город как на ладони. Рядом с каланчой находится миниатюрное здание бывшей гауптвахты. На противоположной стороне площади находится комплекс торговых рядов. Большие мучные, в которых торговали оптом и в розницу мукой и льном, и красные, в которых торговали красным товаром, тканями и мехами. Они до сих пор используются по прямому назначению. Комплекс Костромских торговых рядов является одним из самых крупных, сохранившихся в России конца 18-го, начала 19-го веков. Он складывался на протяжении нескольких десятилетий и состоит более чем из 10 зданий. Следует обратить внимание на старинный храм «Воскресенье на Дебре», построенный в 1652 году на средства горожан. Дебря означает место, заросшее густым непроходимым лесом. И действительно, в 17 веке это место было краем города, где начинались знаменитые Костромские леса. Роспись внутри церкви считается одним из выдающихся памятников русского фрескового искусства. Прекрасный вид на Ипатьевский монастырь открывается с моста через реку Кострому. Вспоминаются летописные строки. И царственно сияет великий монастырь. Действительно, даже в самую плохую погоду великолепные золотые купола обители сверкают на фоне заволжского неба. Зайдя внутрь монастыря, остановимся и оглядимся. Великолепная архитектура. Славная и значимая история. По легенде, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь был основан в начале XIV века татарским Мурзо-Четом. Мурза остановился на ночлег в районе слияния Волги и Костромы. Во сне ему приснилась Божья Матерь, апостол Филипп и священномученик Ипати Гангарский, которые повелели Чету выстроить в этом месте обитель. Мурза принял православие и основал монастырь. Своё историческое значение Ипатий приобрел в 1613 году. В это время в обители проживал Михаил Романов со своей матерью Иннокеней Марфой. И именно отсюда юный Михаил Фёдорович, по просьбе прибывшего из Москвы посольства, отправился на царственный престол спасать разрозненную смутным временем державу. Через 400 лет после судьбоносных для России событий Ипатьевский, Костромской монастырь стали именовать Колыбелью дома Романовых и важнейшим духовным местом на карте страны. Доминанта архитектурного ансамбля монастыря – Троицкий собор, построенный в русском стиле. Необычно красив собор внутри. Вся поверхность стен расписана фресковой живописью. Наиболее значимой считается роспись на тему Страшного суда. Великолепный, резной, позолоченный иконостас выполнен в барочном стиле. В соборе можно провести много времени. Так захватывает рассматривание почти не потускневших от времени фресок с библейскими сюжетами. Трехъярусная звонница монастыря с арками для колоколов, построенная в 1603-15 годах, напоминает лучшие образцы Псковско-Новгородской церковной архитектуры. В Троицком соборе можно услышать великолепный монастырский хор – один из лучших церковных хоров России. Обратим внимание на здание, подчеркивающее неразрывную связь обители с царским родом – палаты бояр Романовых. Именно в них и проживал Михаил с матерью до приглашения на царственный пост. Выйдя из монастыря, можно прогуляться по набережной реки Костромы под вековыми стенами обители. В 35 километрах от Костромы, на левом живописном берегу Волги, раскинулось старинное село Красное. Одна из легенд гласит – на крутых волжских берегах произошла в древние времена жестокая сеча с татарами, и столько было убитых и раненых, что земля от пролитой крови покраснела. С той поры и зовется это место Красным. Сейчас Красное ассоциируется вовсе не с кровью, а с прекрасным. В селе расположено множество ювелирных производств от крупных государственных до частных артелей. Здесь производится множество разнообразных ювелирных изделий из золота и серебра, продающихся в России и за рубежом. Еще в XIX веке продукция местных ювелиров встречалась на всех крупных ярмарках России. В частности, красносельские мастера владеют сложной техникой скани. Это крученая проволока из драгоценных металлов, позволяющая создавать сложнейшие ювелирные орнаменты. В центре села невозможно пройти мимо стройного белокаменного храма Богоявления Господня, сооруженного в 1542 году на средства бояр Годуновых. Храм поражает своей красотой и гармонией архитектурных форм. Это один из немногих дошедших до нас образцов русского шатрового зодчества. Храм Богоявления был построен в 1592 году боярами Годуновыми. Села Красная на Волге – это была раньше вотчина, бояр Годуновых – это был их домашний храм. Таких храмов на Руси несколько. Здесь в Красном и в селе в Коломенском. В Красном любят говорить не то дорого, что красно золото, а то, что доброго мастерства. Менее чем в 20 километрах от Костромы расположилась единственная в России сумароковская лосиная ферма. Здесь ведется постоянная научно-исследовательская работа. Сюда приезжают сотни туристических автобусов и самостоятельных путешественников. На ферме собирают и изучают уникальное по своим целебным свойствам лосиное молоко. Наконец, здесь просто приятно находиться. Все посетители фермы покидают ее в приподнятом настроении. Близкое общение с сильным, диким животным вызывает массу положительных эмоций как у взрослых, так и у детей. Человек издавна стремился приручить лося, подобно корове или северному оленю. Первых лосей на сумароковскую ферму завезли в 1963 году. Сюда звери попали из разных районов Костромской области, непосредственно из дикой природы. Первый лосенок родился на ферме только в 1970 году, а еще через три года в научный оборот был введен термин «лосеводство». В советские годы лосеводство воспринималось некоторыми учеными как альтернативная отрасль животноводства. Время показало, что ферма – это не только уникальная научно-исследовательская база, но и замечательный объект туристического показа. Посреди девственного леса путешественников ждет встреча с могучим и красивым лесным животным. Подобная встреча в дикой природе может обернуться для человека трагически. Лоси не очень жалуют людей, в лучшем случае быстро скрываются, а в период гона могут напасть и нанести серьезную травму. На ферме же лесного гиганта кормят с рук. Лоси с удовольствием принимают приготовленные заранее съедобные подарки – ломти черного хлеба или нарезанную морковку. Берут еду с руки очень осторожно. Ладонь с протянутым лакомством немного щекочет шершавый язык. Можно хорошо разглядеть лосиную морду, заглянуть в большие, влажные глаза, погладить. Пока происходит кормление, лоси кажутся очень добродушными и приветливыми. Они толпятся рядом с туристами, норовя выхватить лучший кусочек, но как только кормление заканчивается, теряют интерес к людям и уходят вглубь вольеров. Более чем за полувековой опыт одомашнивания лосей так до конца и не произошло. Человеку удается удерживать животных подле себя лишь за счет постоянной хорошей кормовой базы. Для своих питомцев сотрудники заготавливают огромное количество кормов. В отличие от сородичей, живущих вне фермы, сумароковские лоси не испытывают чувства голода даже в самые суровые зимние месяцы. Весной, когда рождаются лосята, люди помогают малышам выжить. Первый месяц лосята очень доверчивы и готовы играть и идти за каждым доброжелательным человеком. Нам повезло. На ферме мы оказались в период, когда здесь было много малышей, родившихся в течение нескольких предыдущих недель. Маленькие лосята выглядят очень трогательно. Они еще не уверенно стоят на тоненьких ножках, пытаясь бежать, иногда падают, снова встают, утыкаются в человека, облизывают руки, трутся, резвятся и играют. Как же они в этот момент похожи на наших с вами крох, маленьких человеческих детенышей. Но пройдет немного времени, и лось подросток перестанет подходить и играть с человеком, доверяя лишь единственному, кормившему с самого рождения, чей запах знаком ему так же, как и запах матери. Инстинкты диких животных лоси не теряют даже на ферме, хотя здесь все подчинено комфортной жизни для сахатых. На ферме имеется родильное отделение для лосих, карантин для новорожденных, летний лагерь для подростков. Сотрудники внимательно следят за правильным рационом питания лосей. Кроме пищи, которую лось добывает сам на большой площади пастбищ, дополнительное питание всегда на готове. Взрослые животные предпочитают веточный корм и могут съесть до 60 килограммов в сутки. Сумароковская ферма – единственное место, где получают лосиное молоко. По своим качествам оно не похоже на молоко коров и коз. Лосиное биохимически более насыщенное. Вот уже четверть века оно успешно применяется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и иммунной системы. Туристы, посещающие лоси-ферму, могут попробовать и приобрести молоко с июня по сентябрь. Калагриф – гусиная столица России. Я читал сказку «Гуси-лебеди». Может, они оттуда родом? На туристической карте области появился небольшой, но славный городок Калагриф. Конечно, городу уже более 230 лет, а вот путешественники узнали о нем в последние годы благодаря гусям. Дело вот в чем. В первых числах мая в Калагриф, напоминной лугопровобережье речки Унжи, прилетают на отдых десятки тысяч диких перелетных птиц, в частности гусей, которые возвращаются на лето из теплых стран в северную сторону. К этому потрясающему событию приурочили ежегодный гусиный фестиваль. Зрелище множества разнообразных пернатых, чьи голоса сливаются в необыкновенную разноголосую песню, завораживает. А еще рядом с Калагрифом в деревеньке Шаблова родился самобытный художник-исказитель Ефим Чесняков. Про Шаблова можно сказать. Жила деревенька, дворов 30, стояла в лесу, отжил их мест неблизко. Жители этой деревеньки не видали городов, железных дорог, пароходов, и кому приходилось слышать о таких диковинках, им это казалось совершенно чудесным, как сказка. Неудивительно, что здесь начал творить необычный, ни на кого не похожий Ефим Чесняков. В Шаблова есть дом-музей сказочника, где можно увидеть его работы и личные вещи. Ефим Чесняков прожил долгую, насыщенную жизнь, став всемирно известным художником, за 90 лет почти не покидая родной деревни. Окунувшись в волшебный мир чесняковских сказок, огромных яблок, красавцев калагрифских гусей, деревенских ребят, долго не хочется выныривать оттуда, расставаться с хоть и придуманным, но таким уютным и оптимистичным миром Ефима Чеснякова. Да и сам городок Калагриф будто замер в чесняковском времени. Здесь множество достойных архитектурных памятников, северных деревянных изб, а главное – размеренная и спокойная жизнь исконно русского уголка. Я хочу стать путешественником и посмотреть новые места. Нерехта – уютный провинциальный городок в 40 километрах от Костромы. На небольшой площади в Нерехте сохранилось значительное количество памятников архитектуры 18-19 веков. Прогулка по улицам города не будет утомительной и доставит удовольствие в любую погоду и в любое время года. Одно из самых интересных зданий гражданской архитектуры построено в стиле модерна аптека. Кстати, аптечных зданий конца 19-го – начала 20-го века по всей России сохранилось немного. Сейчас здесь представлена экспозиция «Дневник русской женщины». В музее оживают страницы записей уроженки Нерехты Елизаветы Дьяконовой, ее путешествия по Европе, воспоминания о родном городе. «Милая Нерехта, твой воздух действует на меня благотворно. Оживляюсь при одном твоем виде, а само название приятнее мне всякой музыки». В центре города можно подняться на колокольню Никольского храма. Существует поверье, что если позвонить в семь колоколов, то можно очистить душу звоном. Но даже если вы не рискнете попробовать себя в искусстве колокольных звонов, можно просто насладиться прекрасной панорамой города, которая открывается с колокольни. В Никольском соборе разрешают звонить в колокола всем желающим, что бывает крайне редко. Сам собор – прекрасный памятник церковной архитектуры 18-го века, с восстановленной фресковой живописью и резным иконостасом. Еще одна церковь 18-го века, Воскресенская или, как ее называют, Варваринская, расположилась неподалеку. Здесь находится удивительная, даже на взгляд на таков провинциальных музеев, экспозиция «Обряды обычаи жителей Нерехтского края 18-го – начала 20-го века». Самое старое церковное сооружение Нерехты – Владимирская церковь Сретенского монастыря, построенная в 1634 году. Главной святыней считается непристольное Евангелие, подаренное храму шестилетним Петром I во время его визита в славную Нерехту. Прогуляемся по Базарной площади, заглянем в старинные купеческие ряды, где до сих пор идет оживленная торговля. В Нерехте никогда не было крепости, город сразу стал развиваться, как торгово-ремесленный посад. С Базарной площади хорошо видна колокольня Казанского собора, поднявшись на которую, можно полюбоваться панорамой окрестностей в радиусе 15 километров, каменным ожерельем семи нерехтских церквей. Улицы города застроены старинными особняками купцов, мещан, ремесленников 18-19 веков. Ощущение, что побывал в музее под открытым небом маленького, но очень аккуратного, симпатичного и гостеприимного русского городка. Субтитры создавал DimaTorzok